Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мире отмечают день сурка, какую погоду предсказывают в Самаре животные и совпадают ли прогнозы с оценками их синоптиков. 200 дней и ночей отчаянного сопротивления. Сегодня исполняется 81 год со дня окончания Сталинградской битвы. Победа в ней положила конец наступлению немецко-фашистских войск. Началось их знание с территории СССР. Сегодня в память об этих событиях цветы и горельеф у Родины Матери возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, члены ветеранских организаций «Юнормейцы». Подробности далее. СТУК В ДВЕРЬ Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня 81 год исполняется со дня окончания Сталинградской битвы. Она длилась ровно 200 дней и ночей с 17 июля 42 по 2 февраля 43 года. Именно этой битвой закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории СССР. Сегодня в память об этих событиях цветы и горельеф у Родины Матери возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, члены ветеранских организаций «Юнормейцы». Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества по количеству убитых. Почти 500 тысяч бойцов Красной Армии и столько же со стороны противника. Численность погибшего городского населения превысила десятки тысяч. Я был сломан привет основной немецко-фашистским войскам. Поэтому мы эту дату никогда не пропускаем, постоянно приходим сюда. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов. Если мы забываем, история ломается, делают ее, ставят ног на голову. Поэтому надо детям рассказывать, чтобы не было, как на Украине. Чувствуем. Возвышенно так выразиться. Пока мы помним, мы живы. Освободили от фашизма Европу и Советский Союз. Значение той победы, она очень огромная. У меня отец, он фронтовик. Он в свое время тоже сбивал самолеты противника фашизма. Я просто хочу сказать, мы тогда, в тот период времени, показали всему миру, лишь та страна чего-то стоит, если она умеет защищаться. Большую роль в обороне Сталинграда сыграли и самарские речники. Необходимо было обеспечивать перевозки резервных частей, вооружение, боеприпасов, военные техники, горючего и продовольствия. Также речники эвакуировали мирное население и раненых. И подобраться к городу можно было только по воде. Все подступы были заминированы и обстреливались. Виктория Шарой, Константин Головин, События. В Самаре коммунальные службы не прекращают борьбу с последствиями снегопада. Очередная волна осадков, накрывшая регион накануне, заставила усилить эту работу. В Самаре снег убирают круглосуточно в две смены. Этой ночью сотрудники коммунальных организаций привлекли 296 единиц техники и более 80 дорожных рабочих. Сегодня днем на улицах города, а также в парках, скверах и во дворах работали свыше 300 снегоуборочных машин и больше 3000 человек. В выходные ожидается понижение температуры воздуха, поэтому улицы обрабатывали противогололедными материалами. За сутки зарасходовали более 244 тонн. Главы районов отслеживают эффективность работ во дворах и на улицах. Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары фиксирует нарушения и отправляет материалы в прокуратуру и ГЖИ. Улицы освобождают от припаркованных автомобилей в местах, где стоянка запрещена, при участии сотрудников ГИБДД и службы эвакуации, чтобы не мешать технике расчищать дороги. С 20 ноября с улиц Самары вывезли 240 тысяч тонн снега. В Самаре на решение проблемы недовыпуска общественного транспорта сейчас направлен максимум усилий городских властей и перевозчиков. В числе срочных мер увеличение количества сотрудников ремонтных подразделений. Так, во всех депо муниципального предприятия ТТУ ремонтом занимаются сейчас в общей сложности до 60 человек, чтобы обеспечить нормативное количество подвижного состава на линии и повысить ритмичность движения. С какими поломками чаще всего приходится справляться, как проходит работа по модернизации и обновлению подвижного состава в нашем сюжете. Владимир Любимцев – один из главных старожилов Северного трамвайного депо. Работает здесь электриком с самого открытия. Говорит, в связи с поступлением новой техники, нужно регулярно обновлять свои знания и квалификацию, ведь каждое следующее поколение трамваев становится технологичнее. Но и о старой технике нужно не забывать, ведь она со временем и износом больше подвержена поломкам. Как говорится, старость не лечится, но сотрудники ремонтных подразделений стараются привести в порядок и тот транспорт, который эксплуатируется уже полвека. Договоры на поставку запчастей были заключены предприятием своевременно. Дефицита деталей нет. Силы и средства в ТТУ нарастили, но если какие-то поломки можно устранить сразу, то другие – только в течение нескольких дней. Смотря какая неисправность. Можно за час, можно за 15 минут. Вот сегодня у меня, например, вагон был, короткое замыкание, свет не горел в салоне. Я устранил за 15 минут. Но если выйдет из строя редуктор, уже здесь 15 минут не обойдется. Надо минимум день. Это только редуктор сделает. А если просел бандаж или колесная пара, это надо выкатывать. Минимум два дня. Сейчас во всех самарских депо ТТУ усилили бригады ремонтников, увеличили количество сотрудников в общей сложности до 60 человек и продлили рабочие смены до 8-9 вечера. Например, в самом большом, северном депо, сотрудники которого обслуживают опорные транспортные магистрали по улицам Новосадовой, Ташкентской, в направлении Юнгородка, трудятся три бригады, в каждой из которых до 8 человек. Ранее бригада состояла максимум из пяти специалистов. Все это позволяет ускорить процессы ремонта трамваев, прохождение ТО-1 и ТО-2. Много трамваев с тяжелым, со сложным ремонтом, с заменой, где нужно производить выходку трамвайных тележек, менять ступицы, менять оси, менять двигатели. Ну, пытаемся каким-то образом снивелировать это, и все думают, что, ну, еще где-то дней 5-7 надо, чтобы более-менее войти в нормальный график движения трамваев. На линии работают около 125 вагонов. Порой подводят не только старая техника, но и новые трамваи. Их производителю пришлось отказаться от немецкого оснащения. Техническая начинка в новом подвижном составе представлена деталями из Китая, которые не всегда выдерживают суровой российской зимней погоды. По ним есть определенные нарекания, они также выходят из строя, есть проблемы с электроникой, разговаривали с поставщиком, он ссылается на санкции китайские производители, есть определенные там неточности. ТТУ получило 9 трамваев белорусского производства, в том числе два вагона накануне проходили процедуру приемки, а к вечеру были выпущены на линию. По информации поставщика ожидается, что оставшиеся три трамвая будут отправлены в Самару до середины февраля. В связи с нарушением сроков поставки, которая должна была состояться к началу июля 2023 года, оформляется предпретензия, а окончательная претензионная документация будет направлена после получения всей партии вагонов. Кроме того, направлено порядка 50 претензий, актов рекламации. Это касается нареканий по поводу качества оснащения вагонов. Также на предприятии продолжается работа по модернизации имеющегося подвижного состава старых вагонов «Татра Т-3». Выполнят их капитальный ремонт. До 31 марта муниципальное предприятие рассчитывает получить три новых кузова, которые будут установлены на полностью отремонтированные специалистами ТТУ тележки чешских вагонов. Сначала установка пройдет с участием партнеров, а потом ТТУ намерено заниматься этим самостоятельно. Есть намерение закупить еще около 10 новых кузовов. Такой способ капитально-восстановительного ремонта оправдает себя, считают специалисты. Это почти вдвое дешевле нового трамвая. Несмотря на сложности, предприятие совместно с городским департаментом транспорта старается улучшить организацию перевозок. В частности, на маршруты номер 7, 23 и 24 добавили по одному трамваю. Мера принята в том числе с учетом обращений предприятий оборонно-промышленного комплекса. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Прозрачность и порядок. В России изменили систему взыскания долгов. Следить за процедурой будет Федеральная служба судебных приставов. А банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства обязаны зарегистрироваться в общем реестре, если намерены взыскивать задолженности. Также с этого месяца банки обязаны информировать клиентов об истечении срока вкладов. Подробнее о нововведениях февраля расскажет Светлана Кудрявцева. С февраля этого года вступил в силу большой блок изменений, которые касаются взыскания задолженности. В законе появились понятия, которые раньше отсутствовали. Коллекторы, коллекторская деятельность. Также появился список субъектов, которые имеют право взыскивать долги. Это как сами коллекторские агентства, так и банки и микрофинансовые организации. Тут два важных момента. Первое – это то, что появляются дополнительные требования и правила относительно взыскания задолженности. В первую очередь это касается коллекторских организаций, которые, собственно, этим и занимались. У них появляется новая регуляторика. А второй момент – то, что у нас, видите, выпадало из регуляторики иные субъекты, а именно микрофинансовые организации и банки. То есть они занимались взысканием задолженности, но все те нормы, которые устанавливали правила, как это делать, сколько раз звоните, как можно общаться, что можно, а что нельзя, на них не распространялись. А теперь сделали общий реестр, сказали, что вот есть профессиональные субъекты, которые взыскивают задолженности. И если банки, например, как кредитная организация, хотят сами взыскивать задолженность, то они для этого должны включиться в реестр при службе судебных приставов и после этого становятся субъектами, которые взыскивают задолженность. А следовательно, на них распространяются все эти правила, которые устанавливают государства. Теперь все юрлицы, которые хотят сами взыскивать долги, обязаны пройти регистрацию в специально созданном реестре, а контролировать их деятельность будет единый регулятор – Федеральная служба судебных приставов. Появилось и понятие «автоматизированный интеллектуальный агент». Это программа, которую используют для звонков должникам. Это история, что то, что должно быть определенное количество звонков, не чаще одного раза в неделю, не чаще двух раз в месяц. И вот теперь мы видим, что тоже есть определенная регуляторика в этой части. Также кредиторы теперь обязаны уведомлять клиентов, если они переуступили долг. Вопрос актуальный, потому что зачастую мы видим и свои практики. Должники даже не знают, что они теперь должны не банку, например, коллекторская организация, которая банк продал, переуступил по цессии, по договору уступки права требований – это долг, у нее появился новый кредитор. И, конечно, вот теперь есть обязанность уведомить, и ты понимаешь, с кем ты взаимодеешься. С февраля в рамках специальных экономических мер будет возможна блокировка денежных средств и имущества. Конкретизирован порядок такой блокировки. У нас действовали нормы до определенного времени. Началось с момента СВО, когда действительно были ограничения на продажу доли в компании, где компания принадлежит не дружным государствам, ограничения определенных по счетам, но вот на распоряжении имуществом к денежными средствами ограничений не было. И вот с 1 февраля действует норма, по которой можно запретить распоряжаться денежными средствами или имуществом либо иностранцам, либо компаниям, которых принадлежит более 50% иностранцам из недружеских стран в целях соблюдения вот этого паритета и защиты экономических интересов Российской Федерации. И еще одна новость касается всех вкладчиков банков. Теперь финансовые организации обязаны уведомлять своих клиентов о том, что истекает срок действия договора о вкладе. Дело в том, что значительные, конечно, денежные средства население держит во вкладах. Там более привлекательный процент. Это действительно хороший способ сохранения денежных средств, где-то даже инвестирования. Но ситуация складывается таким образом, что все у разных причин, но люди забывают о том, что у них заканчивается срок. И в этом случае банки, по практике, как это было, они эти денежные средства переводят на обычные счета до востребования, у которых процент совсем мизерный. Теперь же банки обязаны проинформировать вкладчиков об окончании вклада не позднее, чем за 5 дней до истечения срока этого вклада. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. Производство легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросло на 19%. По сравнению с показателем за 2022 год и достигло 537 тысяч авто. Это следует из данных Росстата. Однако до показателей до санкционного уровня пока еще далеко. Российские автозаводы нарастят выпуск машин в этом году, уверены эксперты отрасли. Но на прежние показатели производства выйдут еще не скоро. Выпуск грузовиков увеличился на 19%, до 167,5 тысяч. Также за весь 2023 год собрано почти на 11% больше автобусов массой более 5 тонн. В предстоящие выходные сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. Приоритетная цель – предупреждение о дорожно-транспортах происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Импортные яйца не попали в российские торговые сети. В основном их направили на переработку, где продукцию могут использовать на производстве либо для изготовления различных товаров. Например, в кондитерской промышленности. Об этом сообщает РУСПРОДСОЮЗ. Там отметили, что обеспечить стабильность цен на рынке позволило заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями. Условия договоров устроили и магазины, и производителей, что помогло сохранить доход и сдержать стоимость продукции. Как отметили в РУСПРОДСОЮЗе, снижение розничных цен – признак того, что было найдено равновесие спроса и предложения, и ситуация стабилизируется. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост случаев онкологических заболеваний в мире с 20 миллионов до 35 миллионов в год. Увеличение произойдет на 77% к 2050 году. Данные представили в преддверии Всемирного дня борьбы против рака. По оценкам специалистов, в 2022 году было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев рака и 9 миллионов 700 тысяч смертей. Примерно у одного из каждых пяти человек в течение жизни развивается рак. Примерно один из каждых девяти мужчин и одна из каждых 12 женщин умирают от этого заболевания. Приводят статистику сотрудники Международного агентства по изучению рака. Среди ключевых факторов роста заболеваемости называют табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха. Самыми распространенными видами онкологии остаются рак легких, рак молочной железы у женщин, колоректальный рак, рак предстательной железы и желудка. Ранняя диагностика, путь к выздоровлению. В центрах амбулаторной онкологической помощи Самары и области в преддверии Всемирного дня борьбы против рака провели День открытых дверей. Женщинам рассказали об опасности развития рака груди и сделали маммографию. Подробности в нашем репортаже. Рак молочной железы в числе самых распространенных онкологических заболеваний ежегодно в Самарской области выявляется до 2000 случаев болезни. В Центре амбулаторной онкологической помощи Градскую больницу номер 7 организовали акцию День открытых дверей, в рамках которой женщины смогли бесплатно пройти маммографию и проконсультироваться с врачами. Марина Ивачева узнала о такой возможности и пришла проверить свое здоровье. Это здорово, что есть такой рядом с домом, такая акция. И дай Бог, чтобы это было не первый и не последний раз. Это вот для жителей, кто здесь работает, кто здесь живет. Это невероятная помощь для жителей. Полезно и необходимо. Консультации провели в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. Цель сегодняшнего мероприятия – еще раз познакомить и донести информацию до жителей Самары, Самарской области, пациентов о том, что есть такие центры, которые занимаются профилактикой и диспансерным наблюдением. Центры амбулаторной онкологической помощи открывают в России на базе городских больниц. Основная задача таких учреждений – повысить доступность диагностики и сократить время прохождения обследования. Самарцы могут провериться рядом с домом. Пациенты с подтвержденным диагнозом проходят химиотерапию. Здесь же осуществляется оценка эффективности и переносимости лечения. В области насчитывается 10 таких центров. Оборудование все новое. УЗИ аппарата, эндоскопические стойки, маммограф. Все работает. Специалисты имеются. Пациентов ждем на профилактику, на обследование, на лечение. Число больных раком растет. За последний год в Самарской области было выявлено более 17 тысяч новых случаев заболевания. На учете в онкодиспансере стоит свыше 100 тысяч пациентов. Медики напоминают, что профилактические обследования являются основным способом выявления онкологии на ранней стадии. Это значительно влияет на успех лечения. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События. В Самаре служба спасения животных вытащила из колодца собаку. Животное провалилось в открытый люк на территории бывшего завода «Зим». На глубине 5 метров собака просидела около 10 дней, пока ее не нашли и волонтеры. Сотрудники службы спасения приехали на место. По веревке спустились в колодец. Спасателю пришлось проползти к животному по узкому тоннелю около 10 метров. Собаку, которой дали имя «Белка», на веревках подняли наверх. Сейчас она проходит реабилитацию в клинике. В разрушенном здании нашли и щенка-белки. Его волонтеры забрали на передержку. Международный день сурка 2 февраля отмечают во многих странах мира. Существует народная легенда, что эти пушистые зверьки умеют предсказывать приход весны. Ксения Баканова решила выяснить, так ли это на самом деле, и отправилась в Самарский зоопарк. Все животные по-разному переносят зиму. Одни согреваются богатым мехом, другие делают запасы продовольствия. А третьи погружаются в спячку. Однако мало кому известно, что у явления существует несколько форм. Медведь-умка сейчас находится в состоянии зимнего сна. В период холодов его температура тела снижается на 6 градусов. Животное становится менее активным. А вот с аппетитом у Таптыгина все в порядке. От завтрака никогда не отказывается. Это явление также характерно для енотовидных собак и енотов-полускунов. Животные крепко засыпают в самые сильные морозы всего на пару дней. Работник зоопарка Александр Кузовенко говорит, иногда спячка бывает слишком глубокой. Когда-то давно у нас в Самарском зоопарке содержался суслик. И один из работников, который не очень хорошо знал биологию животных, это просто был обычный человек. Он зашел в вольер убраться и смотрит, там вот, начал убираться. Лежит совершенно хладный, достаточно сухой, худой, ну, прям настоящий труп животного. Он решил, что его надо, ну, похоронить. И хорошо, что проходил рядом другой сотрудник, который вовремя остановил ему, сказал, что это же спячка. 2 февраля ежегодно принято отмечать День сурка. Праздник популярен за рубежом, а в России он не так широко известен. Существует народная примета, что поведение сурка способно предсказать приход весны. Однако это не относится к степным боебакам. Дело в том, что они ложатся в спячку осенью, а 2 февраля они все еще продолжают спать. По прогнозам, сурок Иван проснется только в середине марта. Ответы на вопрос, какой будет весна, у животных хоть и не получили, но на этом не остановились. Решили обратиться за помощью к метеорологам. Специалисты говорят, делать предположения пока рано. Точный прогноз они дают на ближайшие три дня. Воздух поступает к нам с Атлантики, он влажный и теплый. Поэтому у нас ожидается облачно, снег от небольшого до умеренного в течение всего периода. Погода ночью будет слабоморозная, днем температура воздуха будет от нуля до минус 6 градусов. По словам научного руководителя Гидромедцентра России Романа Вильфонда, ранней весны в этом году не ожидается. Март баловать теплом не будет, воздух прогреется до 15 градусов не раньше второй половины апреля. Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Пожилым людям с инвалидностью трудно заботиться о себе, поэтому им очень нужен помощник. А тех, кто заботится о них, поддерживает государство. Если вы не работаете и при этом не получаете пенсию, либо пособие по безработице, можете оформить выплату по уходу. За человеком с инвалидностью первой группы, пожилым которому нужен уход по заключению врача, человеком старше 80 лет. Заявление можно подать тремя способами. Через личный кабинет на портале Госуслуг, через соцфонд и МФЦ. Информирует телеграм-канал Красноглинского района. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно узнать в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Или по телефону 332-07-64. Со 2 по 4 февраля в поликлиниках Самарской области проходят профилактические мероприятия дни семейного, женского и мужского здоровья. Цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет – один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше ежегодно. В рамках взаимодействия с Молодежной избирательной комиссией Самарской области в Библиотеке народов Поволжья состоялось мероприятие для студентов Самарского социально-педагогического колледжа. Впервые голосующим гражданам рассказали об избирательной системе России, истории выборов в стране, о способах участия в голосовании, пишет телеграм-канал Самарского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok